Продолжаем выпуск. Последняя студентка, которая проходила лечение после взрыва гранаты в колледже моды и дизайна, сегодня выписана из больницы. Медицинский коллектив в торжественной обстановке выпустил юную пациентку, а хирургам и врачам, которые поставили ребят на ноги, как и обещали, подарили дорогие подарки, айфоны. Ажара Уразбай наблюдала. Лично для меня сегодня большой праздник. Моя Юля будет дома. Мы этого дома ждали. Я очень волнуюсь, конечно, как всегда. Алматинские врачи стали главными волшебниками для этих ребят и их родителей. Сегодня, спустя два месяца после взрыва в колледже, моды и дизайны выписалась последняя пациентка Юлия Карпачева. Это означает, что дети, поступившие после трагедии 17 ноября, встретят Новый год у себя дома. Юля была одной из самых сложных пациентов, признаются врачи. У девушки были задеты сразу несколько важных органов, вся левая брюшная часть. Она провела в клинике 42 дня и прошла полный курс лечения и реабилитации. Теперь Юля чувствует себя хорошо и хочет поскорее вернуться к учебе. Пока буду восстанавливаться дома, лечиться, продолжать. Ну и потом на учебу. После новогодних праздников девочку переведут в санаторий Алматы, где уже прошли курс реабилитации ее сокурсники. А сегодня в торжественной обстановке лечащим врачам вручили награды и подарки за проделанный труд. Напомним, что ранее в Управлении здравоохранения заявили, что в качестве признания коллегам вручат по айфону. Достоились презента 10 медиков. Это и хирурги, и реаниматологи, и работники неотложки. Сегодня для нас день тоже символичный. В эти трудные минуты мы тоже приложили огромные усилия. Это был напряженный труд, профессиональный труд, высокопрофессиональный труд врачей. И сегодня мы видим результат своей работы в канун Нового года. Стоит отметить, что лечение и оперирование огнестрельных ранений и других травм, полученных студентами в результате взрыва гранаты, назвали прецедентом для алматинских медиков. Персонал больницы скорой неотложной помощи оказался единственным, кто способен был оказать экстренную медицинскую помощь тяжелым больным. Спасти не удалось только 16-летнюю Светлану Яковлеву. Она погибла от взрыва на месте. Ажар Оросбай, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.